Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и это ваша любимая рубрика Коучинг для Титанов В кругу творческих людей считается неприличным говорить о продажах Если вас захотят оскорбить, то про вас скажут Ну, он плохо пишет Но если вас захотят унизить, про вас скажут Он хорошо продает Честно говоря, я не понимаю, откуда это взялось И почему это с нами происходит Мы что, все мазохисты? Мы что, любим питаться китайской лапшой? Мы любим одеваться в секонд-хендах? Мы любим слушать, как плачут наши дети? Потому что мы не можем купить им новую игрушку Сценаристы, блин, мать вашу Почему вы позволяете вашим детям плакать из-за того, что вам, видите ли, стыдно продавать? Ах, коллеги подумают о вас нехорошо А перед своими детьми вам не стыдно? Продавать сценарии трудно Нет, скажу не так Скажу жестче Продавать сценарий очень трудно Чертовски трудно Сверхъестественно трудно Я слышал разговоры о том, что хорошему товару не нужен маркетинг Хороший сценарий сам себя продает Просто нужно лучше писать Знаете что? Засуньте это все знаете куда? Продать сценарий это сложнейшее Многоступенчатое Состоящее из многих элементов продажа Вы не продаете хлеб или мыло Ваш товар не продаст себя сам Вам придется предпринимать для этого определенные усилия Вы занимаетесь сложнейшими B2B продажами На самом высококонкурентном рынке в мире Вы же не верите, что обезьяна может сама собой сесть И случайно напечатать на компьютере Гамлета Почему же вы верите в то, что сложнейший процесс продажи сценария Свершится сам собой Без вашего участия Джо Роган в одном из своих монологов Рассказал о том, что У Сары Пейлин вроде бы был Роман с продавцом водных мотоциклов Ну серьезно? Чувак продавал в Аляске водные мотоциклы И не умер с голоду Да он гений продаж То есть он может не то, что Сару Пейлина боять А вообще любого человека на этой планете Так вот Ваш сценарий это примерно то же самое Что водный мотоцикл в Аляске Он не просто никому не нужен Люди будут готовы заплатить вам За то, чтобы никогда больше не видеть вас с вашим сценарием Так что учитесь продавать ваши сценарии Учитесь находить продюсеров Учитесь правильно писать им письма Учитесь правильно звонить по телефону Учитесь вести переговоры Учитесь правильно обсуждать условия договора И правильно их исполнять Читайте книги по продажам И проходите тренинги по продажам Если вы не умеете продавать Это не повод для гордости Сколько раз мне приходилось слышать От каких-то известных сценаристов Я плохой продавец Вот он говорит это И прям красуется И любуется собой Ах, я такой плохой продавец Чувак, ты же не говоришь Я пернул на званом вечере Ну, даже если ты действительно пердишь на званых вечерах Ты же этим не гордишься Не уметь продавать Это примерно то же самое Что не уметь сдержать свои газы Так, ну, здесь нечем гордиться Поверьте Давайте я отдам вам небольшой план С чего начать Как встроить в себя навыки продаж Прежде всего Скажите себе Продавать это не стыдно Все человечество делает это много тысячелетий Продает, продает, продает и продает Поставьте это видео на паузу Прямо сейчас Найдите ближайшее зеркало Посмотрите на себя И скажите себе вслух Продавать это не стыдно Все человечество делает это много тысячелетий сделали отлично идем дальше давайте начнем с очень простой продажи когда вы досмотрите это видео до конца откройте ваш шкаф с одеждой найдите там вещи которые вы не надевали больше года скорее всего вы больше никогда их не наденете сфотографируйте эти вещи на свой телефон и разместите на сайте авито объявление о продаже этих вещей пусть пусть это будут небольшие деньги в три раза дешевле чем то за что вы покупали эту одежду это очень простая продажа она не требует от вас почти никаких усилий она принесет вам совсем немного денег но даст вам уверенность в том что вы можете это делать вы можете продавать затем мы с вами перейдем от простого к сложному следующее упражнение чуть сложнее когда вы следующий раз будете покупать что-то в магазине ну естественно речь идет не о супермаркете да там не не там где продуктовые продуктовые вот эти вот с пикалками стоят кассиры а там где есть продавец попробуйте поторговаться попросите скидку самое плохое что с вами может после этого произойти вам скажут скидок нет ну окей хорошо идете дальше но с очень высокой вероятностью вам дадут эту скидку как правило если в зале есть продавец то скорее всего у продавца есть полномочия дать скидку в 5 10 процентов попробуйте это даст вам еще больше уверенности в своих силах конечно эти три простых упражнения они не превратят вас в волка с уолл стрит они не сделают из вас гения продаж но они прибавят вам уверенности и дадут понимание куда двигаться дальше ну еще вы поднимите чуток бабла блин последний я зря сказал или не зря если это видео было интересно поставьте лайк если оно было полезно сделайте репост я александр молчанов с вами все в порядке удачи